На этом уроке мы еще раз поговорим о глаголе Тасалун, о его споряжении, о том, как он образуется. Итак, в самом начале мы сказали, что порода Тафа'ля образуется от трехбуквенного корня Фа'ля. Значит, Тафа'ля, от которого получен глагол настоящего будущего и Тафа'ля, так вот Тафа'ля образован от трехбуквенного глагола основы, от глагола корня СА'ля. Как? Путем добавления в самом начале перед первой коренной буквой, то есть перед первой буквой Син, буквой Та, а также добавления между первой и второй коренными буквами, буквой Алиф. И в итоге от СА'ля мы получили образовали Таса'ля. Это единое стандартное правило образования породы Тафа'ля от любого трехбуквенного глагола основы. Будь он по модели или, скажем, по форме или по шаблону Фа'ля, как здесь. Мы видим, что СА'ля по модели Фа'ля с Фатхой второй коренной буквы, значит СА'ля, от него мы образовали Таса'ля. Или будь он по модели или форме Фа'ля с Касрой второй коренной буквы, например Алима, и образован от него по форме Тафа'ля глагол Та Алима. С добавлением всех тех же букв Та в начале и Алифа после первой коренной буквы. Или же будь это трехбуквенный глагол основа по форме Фа'ля с домом второй коренной буквы, например Та'ля, и образовано все по тому же правилу глагол Та'ля. Как мы видим, трехбуквенный глагол, который является той основой, корнем от которого образуется порода Тафа'ля, может быть только по одной из этих трех моделей. Трех форм это Фа'ля с Фатхой срединной буквы, или Фа'ля с Касрой срединной буквы, то есть второй коренной буквы, или Фа'ля с домом срединной буквы. Во всех этих трех моделях при образовании породы Тафа'ля, как мы видим в начале, то есть перед первой буквой, добавляется буква Та, а после этой первой буквы добавляется буква Алиф. Мы здесь не будем говорить о производном форме самого глагола «прощадчиво времени», потому что в айд у нас упомянут глагол «настоящее будущее времени» и тасару. Вот о нем-то мы и поговорим. О том, как этот глагол образуется от глагола «прощадчиво времени», а также о его спряжении, то есть о его изменении по лицам и числам. Итак, общеизвестно, что глагол «Аль-Фа'л-Аль-Мудари» – глагол «настоящего будущего времени» образуется от глагола «прощедшего времени», то есть «Аль-Фа'л-Аль-Мадуй» путем добавления в начале, то есть перед первой буквой, то есть уже устоявшейся первой буквой, буквой, которая стоит в начале глагола, будь это коренная буква, как фа'ля, или добавленная буква, как тафа'ля. Так вот, перед стоящей в начале буквы добавляется одна из четырех букв приставок – это «хамза», «нун», «та» или «я», которые содержатся в слове «атайна», например. Значит, любой глагол в настоящее будущего времени будет с одной из этих букв в начале. Например, «актубу» – я пишу, «нактубу» – мы пишем, «тактубу» – ты пишешь, то есть мужчина, или она пишет, «яктубу» – он пишет. Следует отметить, что для пятибуквенного глагола, к которому, кстати, относится глагол породы тафа'ля, для любых пятибуквенных глаголов, начинающихся в форме прочейчивого времени с буквы «та», у этих глаголов единое стандартное правило образования формы глагола настоящего будущего времени, какой бы породой эти глаголы не были. Будь это глагол породы тафа'ля или тафа'ля, которая образована от трехбуквенного корня основы, которую мы разобрали, или глагол породы Тафа'алал, который образован от четырёх букв, но корня основы Фа'алал. Почему мы сказали для любого пятибуквенного глагола, любой породы, в начале которого есть буква Та? Мы так сказали, потому что у пятибуквенного глагола, в начале которого нет добавленной буквы Та, а таким глаголом бывает пятибуквенный глагол, в начале которого есть соединитель Хамза, Хамза Тальвосли, и для которого есть три породы, это Инфа'ал, Ифта'ал и Ифа'ал. Так вот, чтобы исключить глаголы этих трёх пород, мы упомянули это ограничение, сказав, что данное правило образования глагола Аль-Мудари от формы Аль-Мады, то есть глагола прощечего времени, это правило только для пятибуквенного глагола, в начале которого имеется добавленная буква ТА. И это, как мы упомянули, глаголы пород Тафа'але, Тафа'але и Тафа'але, и не больше. Значит, правило образования Аль-Мудари у этих трёх пород единое, а именно в начале формы глагола прощечего времени добавляется одна из этих четырёх букв приставок, огласованных Фатхи, то есть Хамза, Нунта и Я. Это первый шаг. Дальше мы ничего не меняем, всё остается как есть. Единственное, на конце образуемого производного глагола Аль-Мудари мы меняем огласовку с Фатхи на Домму. Покажем это на примере. Тафа'але, например. Тафа'але, чтобы образовать от него глагол Аль-Мудари, мы добавляем, например, огласованную Фатхи приставку Я перед первой буквой ТА и заменим огласовку последней буквы ЛА с Фатхи на Домму. А всё, что между начальной и конечной буквами, остаётся без изменений, как было. И как мы видим, в итоге у нас получилось ЯТАСААЛУ. То же самое мы видим и с двумя остальными породами. Например, АТТАФА'але будет ЯТАФА'але. АТТАФА'але будет ЯТАФА'але. О произменениях, которые бывают в самом глаголе настоящего будущего времени Аль-Мудари, мы, иншалла, поговорим на следующем уроке.